Белый дом, след за Трампом, спешно направил в Огайо министра транспорта Пита Бутиджича. Не будь визит Трампа, никто из команды Байдена, вероятно, так бы и не посетил Охайо. Министр транспорта США Пит Бутиджич, к которому присоединились представители Федерального управления железных дорог и управления безопасностью трубопроводов и опасных материалов, посетил место крушения и поговорил с местными властями. Выглядел довольно глупо, передвигаясь в спасательном ярком жилете в команде со специалистами или замаскированными под них охранниками. Катастрофа 3 февраля вызвала обеспокоенность в отношениях здоровья, безопасности окружающей среды. У местных жителей они выходили на протесты, но Белый дом никак не реагировал на это. Бутиджич написал в своем твиттере сегодня, спустя несколько недель после трагедии. «Я этим утром нахожусь в Восточной Палестине, штат Охайо, чтобы увидеть место крушения Norfolk Southern, услышать новости от следователей и встретиться с первыми ответчиками. USDOT продолжит свою работу по обеспечению безопасности и подотчетности». Должностные лица Norfolk Southern взяли на себя полную ответственность за ликвидацию экологического ущерба, причиненного крушением поезда в этом месяце. Но на самом деле вина в этом не только самой компании, но и отношении демократов, которые потратили все деньги на инфраструктуру на зеленую повестку. Компания также заявила, что выкопает почву и составит план восстановления, который также будет включать отбор проб почвы и поверхностных вод. Продолжение следует... Продолжение следует...